Чтобы было время читать, хотя, с другой стороны, время, если при желании, временно можно найти всегда, как на книге, так и на спорт. И не только спорт, и на театр тоже, по идее. О, может быть, о театре мы тогда поговорим с нашей следующей гостьей. Отлично. А все потому, что в гостях у нас сегодня Людмила Касьяненко. Она занимается литературно-драматической частью в театре имени Горького. Доброе утро. Доброе утро. Ну, надеемся, что вам импонируют наши декорации, потому что мы тоже устроили импровизированный театр здесь. Очень-очень. Тем более, я любительница большая растительности, цветов комнатных. Мне очень нравится. Ой, это приятно. Могли бы рассказать подробнее о вашей деятельности и о предстоящем театральном сезоне? Сезон у нас 199-й, предюбилейный. Через два года, а точнее даже через полтора года, в 2021 году нашему театру исполняется 200 лет. То есть у нас не просто один из старейших театров Юга России, но и старейший театр Крыма. Это действительно очень большой период, два столетия. И, конечно, вот то, что мы идем к своему юбилею, это накладывает отпечаток на всю нашу деятельность. Мы всегда стремились работать на высоком профессиональном уровне. Не случайно наш театр называли и называют флагманом театрального искусства Крыма. И вот эту планку, высокую планку, мы стараемся держать и в репертуаре, и, конечно, в постановках наших, в актерских работах, режиссерских, сценографии. Но театр-то на месте стоять не может, поэтому мы, с одной стороны, придерживаясь верности традициям русского психологического театра, мы им не изменяем, не собираемся изменять. Всегда открыты для каких-то экспериментов и новых форм. И вот этот год, 2019 год, можно сказать, для нас время творческого обновления. Ну, любители театра знают, что в мае прошлого года наш коллектив возглавил известный режиссер, талантливый режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Владимирович Магар. И постановка, которую он осуществил в этом году, премьера состоялась в июле, то есть совсем новый спектакль. Дракон по пьесе Евгения Шварца – это как раз показатель вот того, что мы открыты и для эксперимента, и для новаторских форм. Как зрители воспринимают эксперименты? Прекрасно. Эксперимента, эксперименту рознь Магар не эпатирует. Он просто привносит какие-то, может быть, непривычные для нашего театра, для наших постановок элементы в свои спектакли. Допустим, у нас в Драконе живая музыка, джаз-бэнд. Это круто. Это и динамично насколько. Ты приходишь, мало того, что зрелищно, так оно еще и музыкальное сопровождение всегда. В свое время в нашем театре был оркестр. Вот я в детстве застала этот период, но когда я начала работать в театре, я работаю уже 38-й год, живого оркестра не было. А сейчас откуда эти люди взялись? Как это все организовано было? Руководит джаз-бэндом наш заведующий музыкальной частью, у нас новый талантливый сотрудник. Это новая совершенно форма. Но более того, забегая вперед, мы планируем к Новому году поставить сказку «Щелкунчик», поставить на основной сцене. То есть будет подарок и для наших юных зрителей в первую очередь, но и, конечно, для взрослых, потому что это интересно всем. Так вот там будет оркестр и будет музыка Чайковского. Это не просто зрелище праздничное, новогоднее. Все знают, что такое «Щелкунчик», насколько это новогоднее сказочное произведение. Он ассоциируется, да? С Новым годом! Да и произведение Чайковского тоже чего стоит. Поэтому это вот новые формы, какие-то наши творческие искания. Причем они не только в спектаклях проявляются. У нас в фойе сейчас выставки работают, выставки и художников нашего театра. Летом была выставка нашего главного режиссера Юрия Федорова. Сейчас выставка главного художника театра, заслуженного деятеля искусства Украины Владимира Новикова. Выставка его графики очень интересная. Приглашаю наших зрителей, кто еще не был в сентябре на наших спектаклях. Перед спектаклем в антракте, в фойе театра можно посмотреть очень интересные работы Владимира Анатольевича. А могли бы уточнить вот такое вот музыкальное сопровождение, музыкальная часть? Оно сейчас практически во всех спектаклях сопровождается у вас? Нет. Или это были определенные исключения? Мы всегда стремились, чтобы у нас был разноплановый репертуар. Не только в тематике, в идее произведения, но и в сценическом решении. И поэтому Магар поставил дракона. Это действительно трагикомедия, фантасмагория, как угодно это можно назвать. Потому что мы знаем, что в основе это сказка. Герои сказочные, герои фантастические. Но когда зрители смотрят, они, в общем-то, где-то даже с ужасом понимают, что это о нас. О тех, которые готовы смириться с несправедливостью, закрыть глаза на тиранию. Которые не хотят убить дракона в себе. Почему спектакль так волнует? И тут же у нас буквально рядом была премьера. Лирическая комедия с немного таким детективным элементом. Винтаж. По пьесе Михаила Рогожина. Это довольно известный писатель и драматург московский, с которым наш театр начинает вот сейчас сотрудничать, дружить. Это пьеса совершенно другого плана. Это камерное произведение. Юрий Хаджинов поставил на новой сцене. Там в центре фактически два персонажа главных. А лейтмотив спектакля, что любого можно встретить в любом возрасте. Любви все возрасты покорны. Вот вы так интересно рассказывали о том, что вам почти 200 лет, и наверняка вы сами... В театру. Да, ну, и в театре. Я говорю, что ваша ответственность за всю вашу семью, так сказать, частично за драматургическую часть, драматургическую. Могли бы уточнить, вот как у вас может преемственность поколений есть? Наверняка у вас есть какие-то сотрудники, да, которых уже там дед работал еще актером. Как у вас это происходит? Наверняка у вас случайных людей нету, это у вас большая одна семья? Театр – это всегда одна семья. И, конечно, в театре все-таки призвание, это понятно, но и не забывайте, это творческая профессия, значит, и талант. Если говорить о династиях, то, наверное, в первую очередь надо говорить о Владимире Анатольевиче Новикове, как продолжателе династии Новикова. Анатолий Григорьевич Новиков – наш легендарный, незабвенный руководитель, который возглавлял наш театр на протяжении 45 лет. И мы, когда говорим о нашем театре, действительно, он для многих долгие годы ассоциировался с именем Новикова. Когда мы открывали мемориальную доску Мартия Анатолию Григорьевичу, Владимир Владимирович Магар правильно сказал, люди многие не понимали, Крымский академический театр говорили, едем в Симферополь, в театр Новикова. Вот это уже было определение. И то, что у нас в театре работает главным художником, его сын, вот, наверное, это самая главная наша династия. Сейчас в театр принята молодая актриса Анастасия Ющук в труппу театра. Выпускница театрального колледжа, дочь Жанны Бирюки Сергея Ющука, наших замечательных актеров, которые их все любят. У нас работают супружеские пары. Это Людмила и Юрий Федоровы, Ольга Чехова, наш балетмейстер, и Юрий Хаджинов, наш режиссер. Антон Навродский, Виктор Навродский. Мы в любом случае уверены, что еще так громко отметим 200-летний юбилей. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за ваш труд, за ваши старания. Да. Это было, конечно.